здравствуйте туристы и милитаристы мир у мир нет войне знаете синеблузы сразу говорю что если вам нужна какая-то конкретика и какой-то сжатая квинтэссенция какая-то фактов по данному ножу конкретно в этом видео вы скорее всего не этого не увидите почему потому что я безусловно оглашу сейчас ттх и безусловно вот у меня есть такой момент что я хочу сделать именно перри обзор одного давнего видео почему потому что вот обзор на этот нож на река нванат колстил здесь у нас еще по-моему ваш восьмерочка стоит даже не десятка здесь с восьмерка еще на клинке вот я сделал в далеком 2016 году то есть это был один из первых скажем это было самое самое начало становления канала и с одной стороны я тогда так не выебывался на камеру и не скажем не выделывался прошу прощения не позволял себе такой тональности уже так типа тут я тут с высоты своего дивана уже как говорится поездил порезал попробовал у меня какой-то появился опыт потому что но ребят давайте так откровенно я стараюсь быть проще я стараюсь быть каким-то но скажем именно в любом случае как человек я стараюсь там быть просто уважительным к своей аудитории безусловно очень уважительным там к своей семье например и так далее но как обзорщик так или иначе одно дело когда ты делаешь обзор когда у тебя там предположим тысячи зрителей другое дело когда ты делаешь обзор когда у тебя за 40 причем роста особо не сильный я понимаю что есть ножевые каналы которые уже давно за сотку улетели и даже при понимаю почему не было такой цели не было и надеюсь не появится то есть действительно сколько пришло там тысяч людей вы все мои гости сколько грубо говоря ушло это ваше решение по каким-то там причинам или я вам не понравился или мои взгляды не понравились на какие-то принципы не понравились или подача материала как говорится базара нет пускай все будет но как обзорщик ты все равно начинаешь в тебе появляется этот поганый снобизм вот это вот появляется почему потому что вот этот вот сладкий яд лести вот это вот вот это вот вроде бы как бы я понимаю что люди там не говорят какие-то хорошие слова именно ну со своей точки зрения объективно что мне там хвалят и так далее но для меня это все равно и ты начинаешь возвышаться над своим диваном все больше и больше и поэтому факт в том что несмотря на то что на канале всего 40 там плюс тысяч этих самых подписчиков тысячи ножей прошли уже через мои руки там ну блин но не тысячи но я думаю что за тысячу точно вот за это то время я понимаю что вот но при все при том что и сейчас то вроде бы я как бы не дурак и какой-то у тебя появилась именно какой-то опыт в результате многочисленных сотен не побоюсь этого слова тестов на кухне на улице и прочее прочее но все равно артур который делал обзор на этот рекон 2016 году и артур который делает обзор на этот рекон в 2024 году это два совершенно разных обзорщика это один и тот же человек но два совершенно разных обзорщика и поэтому мне стало интересно сделать обзор на этот нож как я сейчас делаю обзоры не как тогда как я сейчас делаю обзоры. Потому что у меня появилась какая-то безапелляционность. У меня появилась действительно какая-то вот ну, какой-то гонор. Но не без этого, а как без этого? Вот. Поэтому давайте пролетимся, пробежимся. И плюс еще, конечно же, здесь такой момент, что ребят, если вам интересны будут какие-то переобзоры на какие-то модели, именно на какие-то мои старинные, 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 престаринные обзоры, я с удовольствием рассмотрю. Я не говорю, что я точно сделаю, но я с удовольствием рассмотрю, потому что мне самому вот стало интересно. Я совершенно случайно цепанул Recon One на Ламни, когда серфил там, смотрел самые разные ножи, смотрел новинки и прочие. И мне просто вот он выстрелил там окошечко, типа, вас может еще заинтересовать. И меня очень заинтересовало. Почему? Потому что Recon One для меня в каком-то смысле икона не эдисизма и не тактики, и ничего. Это просто мой кореш. Этот нож, конкретно этот нож, он со мной за эти годы был суммарно наибольшее количество часов на кармане. И он действительно не полочник. Это действительно нож, которым я что только не делал. Пора его к Данииле относить в заточку. Однозначно. Это один из самых моих любимых ножей. И повторюсь, несмотря на то, что у меня с высоты своего дивана обзорщицкого появились какие-то супер-мега-любимчики а-ля там Аламики, там или ТРЦ и прочее, и прочее. Этот нож, он прям вот конкретно вот этот, это просто вот... Я даже не... У меня даже была мысль взять в 35-ке или еще что я хочу сказать, что у нас магнокат на подходе на Recon One. Была мысль, а потом я подумал, а зачем? Я все равно буду таскать вот этот конкретно нож до там, я не знаю, какой старости. Он просто, на самом деле, он у меня... со мной ходит на работу. Вот. И если я помимо этого ножа, у меня зачастую до 3-4 ножей в карманах, я уже без счета там в машине, в сумках, в каждой там барсетке по ножу и прочее, прочее, повторюсь, суммарно, если сравнить, я уверен, что конкретно этот Recon, который мне когда-то подарила на денюху Юля, он прямо вот будет, наверное, чемпионом. И если вспомнить, что мне первый нож на... Именно вот первый ее ножевой подарок был, это была Миля. Я вот иногда задумываюсь, а почему не Миля? Почему именно Recon? И я понимаю, что в нем, с одной стороны, есть его вот эта вот дубовость. Я все время смеюсь над Риадлоком, Трайадлоком, и над там какой-то, каким-то запасом прочности и так далее. Почему? Потому что лайнер Лок наше все с точки зрения эдисизма. И вот этот нож я никогда не повезу в отпуск. Вот сто процентов не повезу. Почему? Потому что вопросы могут возникнуть у правоохранителей. И он действительно не самый удобный замок. И он там ломовитый, но здесь есть один нюанс. И казалось бы, казалось бы, но вот как-то он вот поселился, и все. Работяга, кореш, мой нож, который вот выручает, как говорится. И сразу скажу, ребят, опять же, вы уж просите меня, что такая вот именно философия, потому что о таких ножах я не могу говорить спокойно, просто там как-то строго по регламенту ТТХ там огласите. Хотя на самом деле, я думаю, что тем, кому интересно ТТХ, давайте вначале по ТТХ поговорим, а потом вот уже именно почему так случилось, а не как-то иначе. Итак, у нас переобзор старого ролика. Как вы видите, основная разница новой модели от старой модели, основное отличие, это, конечно же, не логотипы, там ничего-то, а то, что, и причем, я могу сказать, что в этом смысле меня очень сильно это, блин, прям удивляет, потому что я считаю, что новая модель, учитывая то, что здесь у нас DLC и 35-ка на клинке и прочее, прочее, блин, что у вас со спусками, ребята? Здесь Recon One, который старый, его именно фишка, одна из его фишек состоит в том, что здесь он сам по себе, здесь неубиваемый замок, очень мощный на жару, такой, с уходом именно в тактику, с уходом именно в какие-то вот такие моменты, но здесь вогнутые спуски, которые ну я, блин, не то, что давал этому ножу нагрузку, я ему прям, ну, мне реально, его, грубо говоря, вот простите, мне его не жалко было там действительно в хлам там использовать и так далее, и все нормально, кромка, конечно же, там коцалась, правилась и прочее, но здесь именно спуски дают рез, здесь это СРК складной, нахер он вам сдался, блин, простите, ну, как бы, я удивлен, действительно, и так, смотрим на новенький, Recon One Cold Steel, номер модели, CS27BS, дизайн Cold Steel, в данном случае дизайн я указываю Cold Steel, потому что, пускай так будет, мы все понимаем, конечно же, что Cold Steel это в первую очередь Лин Томпсон и затем Эндрю Демко, но я так решил политкорректно обозначить этот момент и сейчас готовьтесь, будет еще одна политкорректность. Длина 239 мм, длина клинка 102 мм, ширина клинка 31 мм, из которых 20 мм приходится на спуски, при толщине клинка в 3,4 у нас получается довольно неплохой все равно режущий потенциал, то есть это не лом. Представьте, что здесь было бы 4,5, например, и спуски были бы пониже, то это да, здесь все-таки есть какой-то режущий именно момент с учетом того, что нож такой именно крепышок, мягко говоря, но вогнутые спуски, вы сами понимаете, какая будет разница, правильно? Ром-бом-бом, вес 156 грамм, сталька CPM S35VN, рукоять G10, замок. Вот это самая главная затыка. Почему? Потому что я поставил по привычке в ТТХ замок Triadlock. Вот вам, пожалуйста, новая коробочка, старая, от этого ясно-понятно уже не сохранилась. Как вы помните, на каждом ноже, где стоял Triadlock, Cold Steel всегда ставил именно название замка, крупно писал на коробочке. Почему? Потому что это была их фишка. Кстати говоря, от старого Cold Steel сохранилось бережное отношение к левшам. Здесь у нас левосторонняя клипса и окошечко есть для того, чтобы ее посадить. Плюсы, кстати, я могу забыть, поэтому я сразу запишу плюсы. Конечно же, безусловно, плюс, что Recon One сейчас выпускает в нескольких цветовых решениях Койот, Грин, то есть, это прикольно, это здорово, потому что, скорее всего, если бы в то время я бы выбирал, я бы, скорее всего, такого цвета рукоять бы выбрал, чем черную. Эх, какой же вот он, я помню, какая была цепучая, просто цепучая рукоять, и все это подстерлось, то есть, он до сих пор оттормаживает палец, но изначально-то помните, Recon One и новая Миля, это был именно пример наждачки на рукояти, наждачности рукояти. Здесь очень-очень мелкая текстурка, и она именно, что уже не наждачная, она именно больше залипательная. Палец как будто бы прилипает к рукояти, а не вот так вот именно дерется об нее. Ну, то есть, вот сравнить, если, вот видите, разница, как говорится, есть. Причем, в данном случае, в пользу вот этого ножа конкретно. Вот этот наждак, это он сэволюционировал, на мой взгляд, трансформируясь вот в данную вот эту маленькую-маленькую такую насечечку, не насечечку, а такую текстурочку. Так вот, возвращаясь к троядлоку, не буду проводить какое-то расследование, но у меня приходит в голову несколько возможных причин того, что сейчас везде этот нож пишется как бэклок, и сейчас, секунду, ну, даже если вот берем мы этот самый здесь коробочку, да, мы берем здесь ди, и это, скорее всего, Dark Earth, правильно? А, Беке, это Black, скорее всего, этот темный клинок, здесь нет упоминания, он стоит в разных сейчас продажах, я посмотрел именно как бэклок, скорее всего, причиной тому может быть, что, во-первых, Трайдлок, конечно же, запатентован был, и возможно, Лин Томпсон его увел, просто был какой-то договорняк, что те ножи, которые были на момент продажи, на момент продажи ножа, на момент продажи компании Cold Steel холдингу GSM Outdoors, скорее всего, там, ну, грубо говоря, не переделывают же эти коробочки, там еще что-то, это все допродавалось и так далее, и, ну, так как мне этот нож нужно в ламню возвращать, как вы знаете, любой поворот винта, он сразу снимает все гарантии, как обычно, я не буду разбирать, сравнивать, но что-то мне подсказывает, что, скорее всего, здесь тот же самый Трайдлок стоит, они просто не могут использовать это именно оригинальное название, поэтому ставят бэклог, но вот повторюсь, почему я так думаю, потому что, скорее всего, производственные линии, вот они есть, нет никакого смысла переделывать супернадежный, сверхнадежный Трайдлок просто в бэклог, нет никакого смысла, ну, только если у тебя нет потерь по деньгам, там, скорее всего, может быть, по замку они отдельно как-то договорились, поэтому, то, что сейчас нигде не используется, на коробках не пишется название Трайдлок, я, практически у меня есть уверенность во мне, что это тот же самый Трайдлок, который стоит в первой модели, просто его именно название по каким-то коммерческо-юридическим мотивам не используется, сейчас уже новой компании Cold Steel. Теперь смотрим, смотрите, если мы берем этот нож с точки зрения нынешних моих обзоров, окей, бэклоки или Трайдлоки, я повторюсь, с точки зрения Эдисизма, это далеко не самые мои любимые замки, совершенно спокойно ты нажимаешь где-то об бедро или об столешницу или об что-либо еще, ух, нифига себе, у него Трайдлок, как прям, как в старые добрые времена, пока немножко не подразносился, его прям сложно еще и отжать коромыслом, вот, то есть это по большому счету не проблема, но насколько быстрее у нас все это происходит с какими-нибудь там Икс-локами или какими-нибудь даже лайнером, если уж на то пошло, какого-то выстреливания здесь как не было, так и нет, нож раскрывается именно дедовским, Линн-Томпсоновским таким вот способом, спокойное, ровное, самодостаточное движение, и теперь берем хваты. И вот как раз-таки то, что мне так сильно нравится, то, к чему я пришел опытным путем через многочисленные тесты с точки зрения именно строгания, работы по деревяшкам, молоточный хват, здесь еще на старом реконе эта вся фишка реализована как нельзя лучше, то есть вот сюда ставим указательный палец, сжимаю за всех сил, да, довольно такая жесткая рукоять, но я понимаю, что этим ножом совершенно спокойно можно работать, строгать по дереву. Если вам нужен более безопасный молоточный хват для какого-то удара в пронос, для каких-то именно вещей, вот вам, пожалуйста, глубочайшая подпальцевая выемка, что, ребят, я не смотрел обзор 2016 года сегодня для того, чтобы как-то там типа сравнить, нет, мне это неинтересно, то есть, если вам интересно, вы можете посмотреть тот обзор и этот обзор, если вам действительно делать нихер больше, вот, и сравнить там, что я там говорю, что я здесь говорю, я специально не стал, то есть, молоточный хват именно для какого-то резко-дерзкого движения, он тоже просто суперский, то есть, здесь все четко, все мощно, все грамотно, просто вот палец практически висит над режущей кромкой для того, чтобы работать. Диагональный хват с учетом тактической направленности этого ножа здесь идеальный, отвертка нет, не совсем удобно, он есть, здесь можно что-то ковырнуть, но здесь именно все прописано под диагональ, обратный хват, пожалуйста, идеальны. С точки зрения именно применения этого ножа, там, порезать, нарезать колбаски и так далее, конкретно этот нож нарезал всяких разных продуктов, просто немеренное количество, килограммы и килограммы, как говорится. И вот, их уход от вогнутых спусков к прямым, я не понял, я вообще не понял, почему так, почему так произошло, как бы, здесь рукоять, я приветствую эволюцию, клинок, на мой взгляд, ну, здесь как бы, я не понимаю, честно, почему так сделали. Окей, логотипы на клипсах, ясно, понятно, другие, логотипы на клинке, ясно, понятно, другие, вот уже и такая старперская ностальгия подкатывает горло, согласитесь, когда ты видишь надпись Call Steel вот этим шрифтом, ты хочется вздохнуть, на заваленку присесть, вот эти вот обрезанные валенки поправить на ногах, закурить трубочку, сказать, эх, было время, были времена, да, сейчас это запросто можно сказать. В общем и целом, этот нож, с учетом того, что он не для офисного какого-то флипования, не для какого-то залипания, не для какой-то, вот, чтобы красоваться, там, выпендриваться, он довольно тяжелый, 156 грамм по нынешним временам с 4-дюймовым клинком, это довольно тяжело, но этот нож просто охренительный, он вот для меня реально один из самых лучших надежных таких крепких корешей. Есть же ножи, которые я время от времени выгуливаю, тактические, супер тактические, и они покрывают, грубо говоря, перекрывают какие-то достоинства рекон ван, там, в тех или иных каких-то моментах. Для меня это ничего не значит. Это нож, который я проверил уже многократно в разных ситуациях, и может быть, там, конечно, у Колстила там бывают разные, были, по крайней мере, разные там типа отзывы, там, кто-то и в танке горел, ему помог рекон ван, там, и прочее, прочее, слава богу, дай бог, чтобы не довелось там в танке гореть, и так далее, но чисто вот по обычной какой-то вот пахоте, это прям пахарь, это работяга. Да, сталь с высоты нынешнего дивана, мне может быть, хотелось бы там более породистую и прочее, но я вам могу сказать сразу, то, что пока я не найду в Magnacat или в CPM S35VN вогнутые спуски, у меня точно не будет даже и мысли менять. этот нож я в любом случае не буду менять, почему? Потому что, видите, какой-то этот задроченный кончик тоже, потому что это подарок моей самой лучшей, замечательной половинки, даже в голову не приходит мне делать какой-то апгрейд вот в этой всей облезлости, этим коцком на клинке и так далее, почему? Потому что на самом деле или вот эту клипсу как-то облагородить, потому что для меня каждая эта царапина это вот прямо вот это работа, это какие-то моменты, это действительно вот это действительно мой кореш. Поэтому оценку с высоты 2024 года на Журекон Ван я даю высочайшую, именно с учетом того, что это в любом случае удобно, это в любом случае рабочие формы и прочее, и прочее, то есть после него появились тот же самый Ломан, Американ Ломан, Кот 4 и так далее, даже Вояджер не переплюнет для меня Рекон Ван, хотя Вояджер шикарный нож, но нет, Рекон Ван это Рекон Ван все равно. Вояджер единственное, я не знаю, как сейчас, я не смотрел, но единственное, что Вояджер, конечно, очень сильно бил Рекон Ван по цене, потому что он был сурово дешевле, чем Рекон Ван. И в любом случае могу ли я вот так вот где-то в какой-то ситуации рекомендовать этот нож к приобретению? Безусловно. Не только потому, что я его перед вами пожмакал и там как-то обозрел именно там все вот эти вот подпальцевые хваты, перехваты и прочее, а потому что есть действительно опыт общения, я бы сказал, даже опыт дружбы с этим крепким замечательным парнем. Так, вот я понимаю, что сколько я там 23 минуты с половиной вам здесь, как говорится, 23 минуты чёса ни о чём. Прошу прощения за много букв, потому что на самом деле, если вы хотели какой-то конкретики, вы здесь и не получили, это действительно. Рекон Ван ещё и Виннинл тестировал, то есть он обозрён со всех сторон и обласкан и облайн таким количеством обзорщиков, что вот это вот моё сейчас, оно вообще ничего не меняет и ни о чём не говорит, но повторюсь, спасибо Ламни, я, кстати говоря, на Ламни этот нож стоит 193 евро, абсолютно стоит своих денег, здесь, потому что это действительно уже проверенная годами форма ножа, отличная сталь, всё здорово, цвет, там, пятое, десятое, то есть в этом смысле GSM Outdoors Cold Steel, они могут в принципе этот бренд на балансе у себя держать ещё десятки лет, я думаю, производя только старые Лин Томпсоновские модели, десятки лет ещё смогут доить эту корову, поэтому я думаю, что они всё это понимают и денежек товарищу нашему Лину Томпсону отвалили за компанию нормально так, вот, поэтому если вам нужна конкретика, как говорится, YouTube в помощь, интернет весь этим ножом пестрит, но вот у меня это очень-очень такое персональное, очень личное отношение. Спасибо за просмотр, мир ун мир, нет войне, пока. Субтитры сделал DimaTorzok